Ребята, привет! Кривый репортаж из Кореневаш. Сегодня обзор светофора и по просьбе нашего телезрителя дачный вопрос. Кустодержатель металлический оцинкованный, 151 рубль 50 копеек. Это знаете, когда вот, как у моей мамы на даче, кустики цветочные большие, разрастаются. Слушай, а давай я возьму одну штучку. Вот прям вот, ребят, честно, беру, маме отвезу, пусть попробует. Слушай, а я воткнуть не могу в эту корзину. Давай чуть позже возьму. На обратном пути обязательно. Так, колышки металлические оцинкованные. Комплект 5 штук, 141 рубль. Тоже хорошая вещь. Хорошо, что мы на машине. Дуга парниковой стали оцинкованная, 6 штук, 282 рубля. Это вот как раз такой иностационарный парник. На ощупь, что могу сказать, ну, вроде бы не сильно гнется, достаточно плотно. Шпагат. Шпагат всегда нужен, 162 рубля, большой моточек. А шпагат, это еще и для декоративных всяких целей, для дома, для декора тоже хорошо. Цветочные горшочки можно обмотать, да? Так, смотрим дальше. Сегодня прям разнообразие хорошее. Шланг для полива, 20 метров, 693 рубля. Самый обычный. Ребята, вы консервируете? Вот, смотрите, для консервации 136 рублей. Сколько штук, да, посмотрим. Крышечки, так. А, 50 штук упаковка. И смотри, причем, видишь, ягоды, грибы, всякие разные. От муравьев средство 87 рублей. Так, от сорняков 210 рублей. Вот такая штука. Литровая, большая. Это добавка фито. Фито какая-то, 56 рублей. О, вот распылитель, который у меня мама все просила. Опрыскиватель. Помповый. 6 литров наплечный. Может и ей взять. Для, наверное, скорее всего, для деревьев. Вот она у меня просила. Огромный вот такой. Так, что входит в комплект? Сам распылитель. Вот эта палка. Слушай, я возьму вот этот распылитель, потому что он ей точно пригодится. Она мне только-только говорила. И ящики для рассады. Не ящики, а стаканчики. 160 рублей. 10 штук. И лента бордюрная. 138 рублей. Так, пошли дальше. Уже интереснее становится. Скамья садовая. 1847 рублей. Дерево. Как она выглядит в сборном виде, я не знаю. Но, скорее всего, обычная. Видите, там основа две штучки. Это, естественно, металл. Да, ножки. Ножки и поддержка для спинки. Каркас. Все остальное дерево. Лейка. 189 рублей. Уголь. Где шашлыка? Газовые баллончики. Лопата. Это для снега. 282 рубля. Наверное, это не очень актуально уже. Ребят, что хочу порекомендовать. Ведрышки. Вот эти ведерочки. Ведрышки, говорю. Вот это ведро стоит 82 рубля. Такое, 10-литровое. А у меня дома вот такое ведро. Я его под мусор использую. Оно маленькое. Хорошая ведерочка. Видишь, здесь с ручкой. Удобное, кстати. Тазики всякие. Смотри, по 206 рублей. По 189 рублей. Это контейнер и емкость. А вот контейнер, ребят, я отсюда и светофора не рекомендую. Может быть, мне так попалось. А может, так и есть. Это болезнь всех контейнеров светофора. Очень быстро портятся вот эти крепления. Не застегиваются нормально. И у меня уголки скалывались очень так вот. Не один раз брала и скалывались уголки практически на постоянной основе. Отваливались просто. Канистра пригодится, но она не для бензина, потому что бензин можно возить только в металлических канистрах. А вот лейка пригодится. Вот такая лейка. Что-то наливать это надо. Кстати, щетка со скребком 173 рубля 40. У нас точно такая же в машине лежит. Мы пользуемся. Щетка нормальная для автомобилиста. Очень даже неплохо. Так, что тут есть? Пенный очиститель салона. 90 рублей. Не знаю, не пользовалась. Так. Многоцелевая смазка. Кстати, вот такие вот смазки 133 рубля. Они хороши, когда ну, замок заклинило где-то там. И заржавело. Вот, пшикнуть. Это хорошая вещь. Монтажная пена. 247 рублей. Всесезонная. Масло моторное. Синтек 713 рублей. Насчет него ничего не могу сказать. Не знаю. Так. Еще есть масло моторное полусинтетика. Здесь 687 рублей. Пошли дальше потихоньку, да? Все, панцы дачные я уже говорила вам, наверное, да? 243 рубля 36 копеек. Есть детские, есть взрослые. А я считаю, хороший вариант. Повторюсь, что вот на сезон, может быть, их даже и хватит. А может, и на два. Так. Пошли галоши дачные. Посмотрим. Для взрослых такие, знаешь, утепленные. 399 рублей. Да вообще нормально. Смотри-ка, они прям даже тепленькие. Вечерком в холодный вечер выбежать на грядку, что-нибудь поковырять. Отличный вариант. Есть еще пледы здесь 763 рубля. 200 на 220 размер. Ну, такая чистая синтетика. Такие они... Ну, я бы сказала, на ощупь они не очень. Есть еще вот такой плед. Флисовый. 483 рубля. 200 на 220. Очень тонкий, но, в принципе, как накидушечка, такая нормально пойдет. Тельняшка для настоящего моряка. 312 рублей. Есть черные полосочки, а есть такие синенькие, голубенькие. Полотенцы махровые. Прям куча навалена. Начинает с 99 рублей, 275 и заканчивает с 305 рублей. Но тонкие, тонкие, да. Музычка играет. Вот видите, тут что и развлекает нас. Так, пошли, что посмотрим. Вот, смотри, туалетная бумага, если что. Ну, может, кому-то надо 124 рубля. Здесь один слой, 12 штук упаковки. Такая самая обычная. Кстати, вот тоже вариант дачника. У меня мама такую почему-то любит брать на дачу. Вот именно на дачу. Так, салфеточки. Губки. Губка хозяйственная 60 рублей, аж 13 штук. Ребят, ну это хорошая цена вообще. Смотри, 13 штук. У меня дома есть губки, а так бы я взяла бы. Так. Девчата, это для вас информация. Вот это для вас. И смотри, здесь даже пробник открытый есть. Так. А насчет цены я тут не скажу. Тут нет цены, я не вижу. Но я думаю, что недорого. Так, салфетки универсальные. Это не то. И здесь валяются сковородки. Сковородки по непонятной цене. Качество за качество не скажу. Девчата, если кто брал сковородки, скажите, как они. Есть вот такие столы кухонные. Опять же, я скажу, что дачный вариант вообще отличный. Края не острые. ДСП. 1747 рублей 19 копеек. Насчет клипости ножек ничего сказать не могу. Это алюминий, судя по весу. Ну и считаю, как дачный вариант прекрасный. Даже можно на улице такой поставить. Где-нибудь под навесиком. И пить чай. А, что я беру всегда здесь. Смотрите, детские салфетки. Мне нравятся влажные салфетки. Я тут цену даже не знаю. Но они просто приятные. Они имеют такой нейтральный. Вот чуть-чуть идет запашочек. Но такой он приятный. Я возьму. Так. Сушилка для белья. 611 рублей. Прекрасный вариант. Она большая. Ну и, наверное, хорошая. Пакеты для мусора, девчат. Я всегда беру пакеты для мусора. Вот прям беру парочку. Корзину. Так. Емкости. Емкости 102 рубля. Три штуки. Подожди. Вот эти, что ли, да? Не знаю. Ни разу не брала. Не проверяла на плотность. Потому что я ношу с собой в таких контейнерах еду на работу. И если что-то пробьется в сумке, это будет нехорошо. Что у нас тут еще есть? Коврик для ванны. 312 рублей. Цвета, конечно, вырвиглась. Но, может быть, кому-то понравится. Вот. Что у нас с этой стороны в ящике? Так. Что за губка? Так. Супер губка. Ну-ка. С остальной нитью. Не знаю, для чего она. Что ей можно отдирать, чтобы не поцарапать. Насчет цены не знаю. Так. Салфетки влажные универсальны. Для всей семьи антибактериальные. 46 рублей. А что там дешево-то? Для ухода за лежачими больными. Это не то, наверное, вот эти. Скорее всего, вот эти. Я считаю, что машины в дорогу такие нужны. Вот что-нибудь подтереть, вытереть. Особенно, если вы возите малыша с собой. Да. Салфетки универсальны для всей семьи. Взять, не взять? Я уже детские взяла. Ну, посмотрим. Ладно. Так. Пошли дальше. А, мыло. Смотри, мыло, да? Не-не-не, это крем детский увлажняющий. Пожалуй, оставлю его здесь. Не буду брать. 786 рублей стоят такие табуреточки. Знаете, какой плюс, например, для дачников? Можно легко и быстро помыть ножки. Вот если вы ставите куда-то, предположим, на землю, да, такие табуреточки. Отмываются хорошо. В отличие от деревянных, где впитывается любая грязь в дерево, в пора. Вот это прям хорошо. Таком стоит стул пластиковый. 1345 рублей. Это уже для богатых. Не, ну, просто такой хорошенький. Это вот такой, знаешь, на летнюю кухню. На таком стуле вполне приятно сидеть и пообедать, и посмотреть вдаль. Садилась сейчас, пробовала. Удобный. Да, удобный вполне. Вот такой сегодня промышленный обзор. И без продуктов светофор. Опять же, по просьбам нашего телезрителя, YouTube и дзен-зрителя, попросила сделать обзор дачных товаров в светофоре. Вот что я увидела сегодня в магазине. А с вами был Кривой Репортаж из Каневыш. Если вам понравился обзор, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. Ребята, большое спасибо, что смотрите нас. Пока.